то что творится сейчас обратите внимание описано в произведении волна то есть далекая радуга то что сейчас творится в европе описано в произведении далекая радуга мы разбирали дорогу далекую радугу на прототипологии вы помните да мы поняли что им ничего не грозит на самом деле но постановка в это положение рассказывает о людях очень много то есть это такой гора глобальный проективный тест то есть люди видя под эту гиперреальность в виде вот этой эпидемии да по сути своей считаю это главной темой своей жизни ведь они просто видят это не делают это главной темой своей жизни что такое вот это вот по сути зло это когда вот эта штука становится главной темой главной темой жизни то есть сейчас коронавирус главная тема европы уберите его в сторону найдите другие главные темы и коронавирус исчезнет то есть его сделали главной темы коронавирус главная тема и уже нет избегания зла уже дальше пошли что глупости глупости которые запускают механизм ущербности которая глупость ведет к тяжести а тяжесть к еще большее что глупости видите как это работает на механизме избегания зла а зло это хайп то есть все хайпуют на зле то есть зло равно хайп то есть средства массовой информации используют зло для поддержания рейтингов и делают это главной темой если бы это была тема второстепенной она никого не интересовала но средства массовой информации сделали ее главной темой и так делается то есть вот этот механизм он везде работает так было с сектой главной темы так было с коронавирусом так было с мировым кризисом то есть так было с торговлей людьми точно так же было то есть вот это одно и то же и это все механизмы избегания зла то есть по сути мы должны избегать торговли людьми а если ее нет тогда ее нужно придумать тогда ее нужно придумать как это делать она должна быть мы должны бороться вот я был в ОБСЕ и там были люди которые боролись за гендерную политику то есть по сути она меня спрашивает в ОБСЕ Олег Викторович почему вы еще как вы считаете вот почему так мало женщин в Верховной Раде а я говорю а вам не приходила в голову ну интересная вещь что украинские женщины не хотят быть депутатами просто Верховной Раде почему вы решаете их право не хотеть вы не рассматриваете такой вариант что они просто не хотят они хотят ходить по салонам красить ногти и заниматься женскими готовить еду и заниматься женскими вопросами и чтоб муж с работы забирал то есть может они не хотят просто этим заниматься нет должно быть вот половина женщин в Верховной Раде половина мужчин иначе это неравная гендерная политика то есть смотрите ведь этой темы ее нет но ее можно что придумать поэтому зло зло его придумывают то есть если обратите внимание зло нет его обязательно нужно придумать иначе механизмы средств массовой информации не работают то есть все СМИ вот это СМИ они заточены под зло то есть они обсуждают зло они борются со злом они главный инструмент избегания зла то есть мы говорим что СМИ это главный инструмент избегание зла и обратите внимание что Насим Телеб будучи негодяем говорит что паника позволяет нам выжить да даже преждевременная паника то есть по сути Насим Телеб говорит придумывайте зло то есть мне говорят Олег Викторович вот мы не ожидали от Насима Телеба после его книги я говорю так обратите внимание что его книги это придуманное зло никто не говорит что черного лебедя не существует но неожиданности в нашем мире не существует так они были и Данасима Телеба вы понимаете что они были эти неожиданности и Данасима Телеба антихрупкость существовала и Данасима Телеба Данасим Телеба присвоил себе как концепцию но на самом деле возьмите любого ученого вам рассказать что эти темы обсуждались многократно на Насима Телеба эти темы обсуждали а то что из него сделали идола культ хайп на этих книгах и по сути своей вот давайте создавайте боритесь со злом СМИ предназначены для борьбы со злом для избегания зла и обратите внимание у нас дальше пошло у нас не остановилось на этом у нас появились блогеры всякие люди инструменты борьбы со злом мы снимаем все и выкладываем в интернет там кроме зла в интернете ничего нет потому что зло привлекает людей добро нет добро не привлекает людей зло привлекает и обратите внимание мы сочувствуем тем с кем что-то случилось потому что такие же ущербные как они вспомните вот эту песню нас не нужно жалеть то есть жаление сочувствие сочувствие и прочее делает человека каким слабым то есть попробуйте начать жалеть человека вы его превратите в дерьмо через 15 минут это страшное оружие жаление сочувствие забота то есть человек становится слабым и очень сильного человека можно сделать очень слабым этими методами беспокойство мы переживаем мы беспокоимся и обратите внимание вот этот механизм борьбы избегания зла когда мы начинаем кого-то спасать это потрясающий механизм избегания зла давайте соберемся вместе и спасем кого-то вы не спросили того человека а он хочет чтобы вы его спасали он разве обратился к вам за помощью нет а почему вы его хотите спасать потому что нужно избегать зла потому что это государственная политика потому что это общественная политика это политика скрытая от всех что надо спасать от зла всех вы скажете Олег Алексеевич что против оказания помощи нет но я против оказания помощи когда ее не просят то есть когда человек не нуждается в помощи а ему эту помощь навязывают вот о чем будет речь и что что это это что это